Молитва на исполнение заветного желания. Быстрый переход к молитвам, молитва на исполнение желания, популярный запрос в поисковиках. Молиться Господу нужно всегда от всего сердца, прося его помочь в вашей просьбе. Но есть важные правила, соблюдение которых требует Церковь. Нельзя слепляться своими желаниями настолько, чтобы прибегать, магии или колдовству, это грех, за который придет расплата. Не думайте, что молитва Святой Марти или другому святому – гарантия исполнения задуманного, бесплатная и чудодейственная панацией. Бог всегда осведомлен о ваших делах лучше, нежели вы, и потому грешно думать, что он не знает потребностей человека. Более того, человек сам порой не ведает, как опасны и губительны могут быть его желания, поэтому прибегать к помощи Бога нужно уважительно и осторожно. Правила молитвы. Традиция почитания святых в христианской церкви очень древняя, она существует с самого момента появления церкви, с первых лет ее существования. Однако не стоит принимать святых за языческих башков, имеющих свою специальность. Вопросы кому, какому святому молиться о исполнении желаний? Или какому святому молиться, чтобы муж любил? Абсурдны. Да, есть традиция просить о покровительстве святых с учетом особенностей их земной жизни, о которой нам рассказывает их житие. Святитель Николай помогал при жизни слабым и обездоленным, исполнял самые сокровенные желания сердцец людских, и ему молятся о содействии в исполнении желаний. Святая Марта, Марфа, жена, мироносица, сестра праведного Лазаря, и ей молятся о исполнении желаний по европейской традиции христианства. Она олицетворяет собой деятельность и активность, поэтому к Марте обращается с насущными просьбами. Также традиция может быть связана с почитанием конкретного святого по географическому или социальному признаку. Самое важное при этом – не превращать святого угодника в амулет, не приписывать ему магических способностей, не раздавать специальности. Это – суеверие и большой грех. Святые – это наши заступники перед Богом, наши проводники на пути в жизнь вечную. И лишь во вторую очередь – святые помощники в конкретных житейских трудностях, те, кому мы обращаемся в быту, и считать их обязанными, выполнить вашу просьбу, заблуждение. Распространенное заблуждение также имеет место в отношении понятия «мощная молитва». Мощная молитва – не более чем суеверие, молитва на исполнение желания, не заклинание удачи, а смиренная просьба, обращенная к Господу. Кому и как молиться о желаниях. Важно помнить о необходимости работы над собой. Молитва о исполнении желания не помогает, если вы сами ведете себя неподобающим образом. Всякое изменение нужно начинать с помощью Божьей с себя самого. Полезно молиться за рулем, не отвлекаясь от дороги, в этом вам помогут аудиомолитвы. Молиться о даровании успеха в делах можно тем святым, которые при жизни преуспели в своем деле. Святому Иоанну Сачавскому можно молиться о благополучии и помощи в бизнесе. Николай Чудотворец помогает исполнить добрые и полезные желания. Молитва Иоанну Сачавскому на исполнение желания Крестителю Христов. Честный предстечек крайней пророчи первой мученичи. Постников и пустынников наставничьи, чистоты учителя, ближней дружи Христов. Тя молю и Тебе прибегай не отриня меня от Твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи, обнови душу мою покаянием, яко. Вторым крещением очисти мя грехи оскверненного и пану девните и може ничто же скверно входит в Царствие Небесное. Аминь. Читать далее. Молитва Николая Чудотворцу на исполнение желания Святой Николая Чудотворца угоднику Господней. При жизни своей ты не отказывал людям просьбах от них так и ныне помогаешь всем страждущим. Благослови меня, раба Господнего имя, на исполнение скорой желания сокровенного моего. Проси Господа нашего ини с посланий милости и благодати его. Пусть не оставит он просьбу мою желанную. Во имя Господа нашего. Аминь. Читать далее. Святой Марти люди молятся о исполнении желаний с давних пор. Это древняя европейская традиция. К сожалению, в интернете молитва Марти приобрела оттенок оккультный и встречается как заклинание. Читать такую молитву не следует, несмотря на красочные отзывы. Молитва Святой Марти на исполнение желания, а Святая Марта ты чудотворная. Обращаюсь к тебе за помощью. И полностью в моих нуждах и будешь мне помощницей в моих испытаниях. С благодарностью обещаю тебе, что буду эту молитву везде распространять. Покорно, слезно прошу, утешай меня в моих заботах и тяготах. Покорно, ради великой радости, которая наполнила твое сердце, слезно тебя прошу, хлопочи обо мне и моей семье, чтобы мы сберегли нашего. Бога в своих сердцах и тем себе заслужили спасенного Всевышнего посредничества, прежде всего при той заботе, которая меня сейчас тяготит. Далее желание НР. Помоги мне найти высооплачиваемую работу, помоги мне встретить любимого и создать счастливую семью и так далее. Закрывающая круглая скобка. Слезно тебя прошу, помощницу, в каждой нужде победит и тягот, и так как ты побеждала змея, пока не лежал возле твоих ног. Читать далее. Популярны в определенных кругах мусульманские дуа, специальные молитвы, читаемые в разных целях. Считается, что Аллах прислушивается к высказанным просьбам и уделяет время исполнению желаний правоверных. Но может он ответить искренне и воззвавшему к нему, несмотря на конфессию. Мусульманская молитва на исполнение желания истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров. Я прошу тебя, Аллах, то, что приблизит ко мне твою милость, действенность твоего всепрощения, защиту от грехов, пользу от всего праведного. Прошу тебя спасения от всех ошибок. Не оставь ни одного греха, который бы ты мне не простил, ни одной тревоги, от которой ты меня не избавил бы, и ни одной нужды, которая, являясь правильной, не была бы удовлетворена тобою. Ведь ты, милостивейший, читать далее. Мусульманские молитвы предназначены в том числе для исполнения желаний просить и даться вам. Но молитвы вообще и мусульманские в частности нельзя читать со злой целью. После молитвы чего ожидать после прочтения молитвы? Явно не мгновенного исполнения желания. Если исполнение желания будет полезно вам в перспективе, если оно не навредит никому другому, Господь может вам и не оставит, поддержит. Вразумит и направит свои святой волей. Рассказ о мгновенном исполнении желаний, либо примеры людей, которые просили Господа о добром и полезном им желании, либо откровенная ложь. Каужей относятся также все случаи колдовства ради исполнения желаний, нет больше ошибки, чем под видом молитвы заняться оккультизмом. Если вы пока духовно неопытны или в чем-либо сомневаетесь, лучше обратиться за помощью к священнику или надежному, опытному, духовно, знакомому человеку. Не нужно духовным опытом называть опыт оккультный, если не уверены на сто процентов, идите с вопросом в храм. Магия и вера несовместимы.